Наш регион в третий раз принимает международный форум историков, философов и публицистов. Завершающим аккордом циклонаучных сессий стало большое историческое собрание, посвященное столетию образования СССР. На нем были подведены итоги работы форума. Что же было век назад на нашей земле, где-то правда с фактами, которые заслуживают доверия. На встрече затронули проблематику советской государственности, идеологические и культурные символы и образы того времени, приближаясь по мере обсуждения кульминационным дискуссиям. Задача которых – выявить основные точки зрения на советскую проблематику. Мы со своей стороны пытаемся путем просвещения, путем анализа разных сторон этого чрезвычайно сложного явления, найти почву для компромиссов. Не для того, чтобы распрощаться с прошлым, а для того, чтобы взять самое важное и нужное и попытаться выстроить новую модель будущего. Участниками форума стали исследователи из Беларуси, Казахстана и 17 регионов России. В жарких дискуссиях участвовали ведущие эксперты гуманитария, а также студенты и педагоги. Обсудить оказалось есть что. Интерес к советскому пространству не гаснет с годами. Анализируя прошлое, делая выводы из успехов и ошибок наших предков, можно понять, почему сегодня мы идем этой дорогой. Поэтому важно смотреть на историю с разных точек. Безусловно, Советский Союз – это феномен. Феномен, который не имеет аналогов в мировой истории. Это было государство, которое создавалось на совершенно новых принципах. И все республики, которые входили в состав Советского Союза, обладали равными правами, независимо от территории, независимо от количества населения. И, безусловно, советская практика, советский опыт для Беларуси более чем значим. На форум пригласили декана Тлегена Садыкова, доктора исторических наук из Казахстана. Страна участника последнего шла в состав СССР и вышла после всех остальных. Между этими двумя событиями уместилось многое. Гибель людей, строительство учебных заведений, промышленных предприятий. Опыт минувших времен был непростым, но именно он заложил впоследствии тесную дружбу России с бывшими республиками Советского Союза. Мы, историки, должны говорить и правду, и объективную сторону. И что есть, дать следующему поколению и в Казахстане, и в России, наверное, чтобы они точно знали правду прошедшей истории Советского Союза и народу, который вошел в Советский Союз. В течение двух дней участники форума посетили марафон тематических мероприятий, секционные заседания, дискуссионные площадки, серии мини-лекций, конкурс молодежных научных докладов, книжные документальные выставки и викторины, презентации проектов.